Вот, она еще не сказала, говорит о лекциях в вашем клубе, о киноклубе. Я просто добавлю, а когда вы выступали в нашем клубе, с вашими лекциями, с видеоматериалами. Одна передача только, одно выступление Хаванагила, мне потом несколько раз об этом напоминали. Она у меня была на диске записана, у меня несколько человек, но все это было замечательно. Так, все, продолжаем, Борис, мы прервали вас. И мы говорили с вами о том, что мне приходится делать. Мы говорили о том, что эмиграция, да? Да. Люди живут в эмиграции, но не в Америке, и как это у нас здесь происходит. Да, поэтому я не только занимаюсь американской культурой, хотя у меня цикл лекций по истории американского кино, по истории мирового кино, и куда входит кино России, кино советское, кино постсоветское. Культура, она едина, да? Есть, конечно, американская культура, еврейская культура, российская культура, но с другой стороны есть и культура мировая, в которую это все вливается, как ручьи вливаются в океан. И моя задача, как бы, показать людям единство мировой культуры, процессы, которые в ней идут, то, что откликается одно в другом, как в зеркале. Ну, конечно, все это является фрагментами общего, да? Фрагментами общего. Хорошо. Теперь я хочу подключиться. Ну, попробуйте. И поспрашивать. Если получится. Да, но у меня, естественно, вопрос сразу возникает. Как вам нравится здесь, в Калифорнии? Интересный вопрос, что такое Калифорния? Это все равно, что рыбку спросить, как ей нравится ее аквариум. Это мой аквариум, это моя вода, это моя жизнь на протяжении вот уже 23 лет. Я езжу по миру, но живу я здесь. Это у меня уже здесь есть свои места. У меня, к сожалению, здесь есть могилы, которые приходится навещать. Это моя земля, это моя жизнь. Это люди, которых я знаю. Поэтому, знаете, мне может что-то нравится, что-то не нравится, но это мое. Хорошо. Борис, вернемся к вашей культурной такой программе деятельности, да? Ваш театр. Да, театр. Это изумительная штука. Это занятная история. Актеры, режиссуры. Да. Гастроли, я знаю, что вы в Нью-Йорк ездили. Да, я не в Нью-Йорк, в Бостон. Ой, Бостон. Бостон и Лос-Анджелес, в Сан-Диего. Дело в том, что когда я начинал все это, это было первая половина 90-х годов, других любительских театров здесь не было русскоязычных. Сегодня их четыре. Ну, первыми, ну, значительно больше. 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 Да, сейчас скажу. Вот. Но дело в том, что тогда ничего такого не было. И мы начинали, мы начинали «Что, где, когда». Клуб «Что, где, когда». Мои дети придумали это, и я вел первые встречи. Это был второй клуб «Что, где, когда» в Америке. Сейчас это довольно большое движение. Мы, по-моему, даже раньше, чем нью-йоркские ребята организовались. Потом «Что, где, когда» вдруг возникла идея сделать КВН. И наши молодежи, ребята из Стэнфорда и Беркли, разделились на две команды, значит, русскоязычные ребята. И я, значит, придумал сценарий, был ведущим. А потом мне, мол, мой младший сын, которому тогда было, по-моему, лет 11, он сказал, папа, а что ты, собственно, только сам бы поиграл, показал бы, как это делается. А я играл еще и в Питере в свое время. И мы сделали КВН, который назывался «Отцы и дети». Где мои ровесники, которым в то время было около 50, и наши дети, которые учились в местных университетах, было две команды. И это тоже игра собрала там 400-500 человек, 500 зрителей. Была очень знаменитая игра. Кто победил, не спрашивайте, это все равно. Конечно, мы. Конечно, отцы победили. Ну, конечно, да. Но потом не захотелось расходиться. Молодые еще играли в КВН и участвовали несколько лет в общеамериканском конкурсе КВН. А мы из своей команды сделали театрик. Тогда, начиная с 96-го года. И примерно раз в полтора года начали выпускать спектакли любительские. И никого, кроме нас, тогда не было. До конца 90-х примерно. А потом уже возникли и театр Ю, и совершенно замечательный оперный театр домашних хор Иры Садовниковых, и Кановича коллектив, и несколько других. Но Лизненкова, Саши, и вот то, что сейчас в Сан-Франциско есть группа. А мы ставили, мы не ставили просто пьесы, хотя их иногда тоже ставили, но что-нибудь к ним добавляли. Мы сами что-то такое сочиняли и делали. Например, первый наш спектакль, это очень была счастливая идея. Многие театры ставят одноактовые, одноактные пьесы, соединяя их в один спектакль. Есть одноактная пьеса «Свадьба» у Чехова, и есть одноактная пьеса «Свадьба» у Михаила Михайловича Зочченко. Их иногда ставили вместе. Кстати, есть пьеса «Свадьба» одноактная у Бертлета Брехта тоже. Так вот, Чехова и Зочченко иногда объединяли. Вот в первом акте идет Чехов, во втором идет Зочченко. «Чеховская свадьба», вы помните сюжеты, это о том, как с Приданого, скандал вокруг Приданого. А «Зочченковская свадьба» о том, как жених, который сделал предложение в пьяном виде, придя на свадьбу, жену свою не узнает. Ищет свою жену, не знает, где она, среди гостей. Так вот, мы эти две пьесы сделали не после, одна после другой, а мы их соединили в одновременном действии. Где происходило дело в таком условном русском ресторане, где за одним столом гуляет одна свадьба, чеховская, а за другим столом гуляет другая свадьба, зощенковская. С условным, в условном времени, где 30-е годы 20-го века, там и, скажем, 90-е годы, 19-го. И они как в киномонтаже, то одни работают, то другие, а потом в конце сливаются в экстазе. В общей драке сливаются все. Это был первый наш спектакль, потом мы поставили много других. Мы поставили пьесу Зорина «Театральная фантазия», мы делали «Мандат» Эрдмана, мы сделали инсценировку Марии Инбада «Шола Малейхима». Я написал пьесу, мы поставили о Фаине Георгиевне Раневской, мы сделали спектакль по Аверченко. А последний наш спектакль, который мы показывали в феврале, назывался «Мордокнига бытия». «Мордокнига» – это такая калька с фейсбука российская. Значит, вот «Мордокнига бытия» – это, собственно, общение людей через виртуальное пространство. Мы сделали, вот люди на сцене, они разговаривали друг с другом через, условно говоря, Фейсбук, ВКонтакте, через любую другую социальную сеть. И это о том, что люди с собой несут в социальную сеть, как избывают свое одиночество, как ищут эти самые побольше лайков. А если можно, один большой лайк, а еще лучше не лайк, а лав, уходят. Ну и тогда просто просится само на языке. А кто же это мы? Кто эти актеры? Как решался вопрос декораций? Как решался костюмный вопрос? Достаточно ли денег, которые вы выручаете за билеты для того, чтобы арендовать помещение и выполнять все материальные расходы? Да. Ну, начну с последнего. Здесь мы как бы были в таком, знаете, очень хорошем положении, поскольку я работал в GCC и руководил залом, и поэтому этот зал как бы время от времени урывал и для своих спектаклей. Но мы арендовали, иногда мы арендовали чужие. Хватало денег, хватало. Потому что люди приходили. Работали с нами художники профессиональные довольно часто. С нами работала и Наташа Фуко, и Владимир Витковский, и Елена Локшина. А иногда сами придумывали декорации, сами делали костюмы. Это отдельное, так сказать, удовольствие от игры в театр. В конце концов, всего игра в театр. Мы же не МХАТ, не камерный. От этого отдельное удовольствие. Ты делаешь это все. И все люди, которые участвовали в этом, они же не профессиональные актеры. Это инженеры, это врачи, это адвокаты, это, кто еще у меня, музыканты. Много-много. Два-три имени. Марина Чичельницкая, да? Марина была. Но Марина появилась довольно поздно. Недавно. А вначале это Елена Мандрусова, это Лариса Красновская, это Нина Певзнер, это Евгений Юрьев, это Анатолий Владимир Волчегурский, это Элла Волчегурская, это моя покойная жена, Зина Владимирская. Это довольно большой. У нас было человек 25 с самого начала. Потом кто-то уходил, кто-то приходил. И должен вам сказать, что это очень трудно было придумать такое действо, в котором участвовали бы все 25. Это же не театр, где я говорю, сегодня играете в этом спектакле, играете вы, вы и вы, а вы полтора года подождите следующего. У меня такой возможности не было. С этой точки зрения это не театр, это театральный клуб. Мне нужно было всех вывести на сцену. Отсюда две свадьбы одновременно. Или, скажем, мы ставим мандат Эрдмана, а там ролей мало, а у меня актеров много. Значит, я придумываю хор, или там есть роль мамаши главного героя Гулячкина, а я раздваиваю эту роль. У меня есть мамаша и тетушка. У меня уже две женские роли для того, чтобы все имели возможность не только костюмы делать, но и на сцену выходить. В последнее время многие из моего первого состава уже как бы они отошли от театра, подустали немножечко. У них внуки, у некоторых много внуков. Поэтому труппа обновилась. У нас довольно много молодых сейчас, то есть 35-летних, 40-летних исполнителей. И это меня радует, потому что, во-первых, это хорошо, есть возможность больше находить репертуарных вещей, когда не все уже пенсионного возраста. А во-вторых, это помогает найти свое место. Смена поколений. А во-вторых, это позволяет найти нашему театру свое место среди других, как я уже сказал, многочисленных театральных местных коллективов. Русскоязычных. Я думал, что я знаю всех, четыре театра, оказывается. Больше, больше есть. Под крышей театра Ю там как бы соединено несколько театров, кстати говоря. Да, и это так. Потом есть детский театр Маши Фарбер. Ну, это отдельно. Потом труппа, которой раньше руководил Валерий Канович, тоже что-то отдельно делает. Тут много... Это форма для людей, это же не только... Это игра в театр для многих иммигрантов. Форма самореализации. Форма сохранить общность с родной культурой. Конечно, я вам должен сказать, это не столько вам, я просто включаюсь в походу небольшое дополнение. Наверняка многие из слушателей знают о том, что в нашем городе уже 20 лет, из года в год, идет конкурс Russian Music Competition. Это международный конкурс пианистов. Сейчас они, кстати, поменяли название. Ну, вот я и говорил об Ирине, руководительнице. Да, Ира Садовникова, Алик Садовников. Вот, они... Просто я немножечко там был, ты уже подвязался в органометете, поэтому так говорю. И Иры Садовниковой и Алик, домашний оперный театр, просто изумительная вещь. Кстати, Рыбкин там тоже участвует. Вот, в конце мая, последняя суббота мая, у нас микрофон будет предоставлен Ирине Прилипко, Намику Султанову и Ире Садовниковой с тем, чтобы рассказали об этом конкурсе. Конкурс начинается 6 июня, если мне память не изменится. Кстати, позвольте себе добавить, у нас в JCC запланирован концерт Намика Султанова 8 мая. Он должен состояться 8 мая в 7.30 вечера. Он замечательный совершенно музыкант, прекрасный пианист. И я рекомендую всем прийти и послушать это, убедиться в этом вживую. Ну, я Намика просто обожаю, это изумительный человек, супруга у него, Сивиль, как я его называю, Сивиль Четырежды Ханум, то есть в плане Четырежды уважаемый мной человек. Изумительный, просто фантастический пианист, который в 13 лет сумел самостоятельно разобрать концерт, первый концерт Чайковского для пиани, для фортепиано с оркестром, исполнил его в сопровождении симфонического оркестра Азербайджана, после чего был приглашен в музыкальную десятилетку при музыкальной консерватории Москвы, и там уже дальше развивался и рос. Фантастический пианист, и не прозевайте. 8 числа... 8 мая в GCC Палалта. Приглашаем вас. Вот как раз, когда мы говорим о еврейском центре в Палалте, вы также директор культурного отдела всех программ в этом Jewish Community Center, GCC, или еврейского центра в Палалте. Также под вашим крылом находится русская дирекция. Вот расскажите, пожалуйста, о вашей такой стороне деятельности в Палалте. Ну, да, я сейчас скажу. Я директор концертных программ конкретно, потому что у нас есть еще и выставки, это, так сказать, не совсем мое. И другие программы лекционные иногда. Но я чем занимаюсь? Я занимаюсь тем, что организовываю концерты музыкальные. Это классическая музыка, джаз, клезмерская музыка, рок иногда, зарубежные исполнители, скажем, из Израиля, из России, кинофестивали, фильмы, просмотры фильмов, театральные представления. Это на русском языке? Нет, 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 это для всех. Это в основном на английском языке. А замечательные программы, которые пользовались огромной популярностью у нас в прошедшем сезоне, мы придумали это с моим директором моего отдела, Ранит Уидман Леви, она израильтянка с русскими корнями, папа и мама, папа из России, мама из Германии. Мы придумали замечательный совершенно жанр для семей, для родителей с детьми. Мы начали с Пети и Волка, Прокофьева. Мы пригласили настоящий оркестр у нас был на сцене, у нас был рассказчик на сцене, и слайды, детские рисунки, иллюстрации к Пети и Волку, к знаменитой этой симфонической сказке Прокофьева. К маме? И мы сделали это представление при полном зале, на четырех языках в течение одного дня. На русском, английском, иврите и китайском. Ух ты! Для разных аудиторий. И каждый раз был полный зал. А когда дети выходили из зала, они кроме того, что они узнали музыку, как-то познакомились с инструментами, это сказка Прокофьева, знакомство с оркестром, они продолжали это знакомство вокруг, потому что у нас был зоопарк музыкальных инструментов, где дети могли дуть в кларнет, на скрипочке пиликать. И мы показывали, множество было для них возможных занятий дополнительных, был целый праздник музыки. И поскольку им это очень понравилось, мы повторили эти представления на четырех языках, последовательно, значит, в течение целый день был. Мы повторили, мы сделали сами сказку «Гадкий утенок» с оркестром, добавив к ней музыку классическую. Мы сделали Хэнзел и Гретель. Мы снова повторили «Петю и Волка», и сейчас готовим новое представление этой осенью. Новое. То есть этот жанр пользуется огромным у нас успехом. И за день перебывало что-то такое полторы тысячи человек. Посмотрело эти представления и послушало. У нас проводятся кинофестивали. У нас вот 1 мая у нас совершенно замечательный будет концерт. Это концерт года, я считаю, это наш фандрейзер заодно. Концерт квартета Брэндона Марсалеса, одного из лучших саксофонистов мира. И это вот будет 1 мая, в предстоящий четверг. А в следующем году у нас будет одна из самых знаменитых групп Америки музыкальных «Манхэттен Трансфер». У нас будет джазовая группа Рона Картера. Я привозил из Израиля мою любимую певицу, может быть, одну из лучших израильских певиц, Хау Альберштейн. У нас выступал Дэвид Броза. То есть, я надеюсь, приедет в следующем году Регина Спектр. Вот это то, что мы делаем. А отдельно еще мы проводим и русские программы, и русскоязычные программы. Для русских это спектакли, вот так говорил, театр Комиссаржевской, иногда вечера авторской песни и многое еще. Тут звонок, да? Да, у нас звонок, давайте возьмем, по крайней мере, узнаем, кто звонит.